Пасхальный перезвон Пасхальный перезвон сегодня дарит Ивантеевке 7-летней Жене. Он сын настоятеля Георгиевской церкви и на колокольне помогает частенько. Я когда в первый раз пришел на колокольню, у меня сначала не получалось, я обижался, но потом у меня получилось все. Человек может звонить по-разному, каждый человек может свой звон придумать. Пасха – это единственный день в году, когда звонить в колокола могут все желающие. Для многих горожан это уже стало неизменным атрибутом Пасхи. Но сделать это можно только в Георгиевской церкви в Ивантеевке. В Смоленской на колокольне установлена автоматическая система. Мне нравится, потому что там так дух захватывает. Я был в шоке, когда у меня так хорошо получалось. Дети подают нам пример радости, потому что дети чистые сердцем. И вот на чистое сердце благодать Божия, она ложится в изобилии. Потому что иногда бывает, что если в нашем сердце бывает какая-то злоба, ненависть, ревность, зависть, осуждение, то благодать Божия, она не может туда войти в сердце. И не бывает такой радости. А дети, они, конечно, радуются, потому что они, может быть, умом и не понимают еще, может быть, сути праздника воскресения Христа, но сердцем они чувствуют благодать Божию. Радуются, улыбаются, троекратно целуются и повторяют «Христос воскресе!» Христос воскресе! Детский пасхальный праздник у Георгиевской церкви в Новоселках впервые проводится так широкомасштабно. Колокольный звон и аниматоры, интерактивный спектакль с шутками, песнями, плясками и прибаутками подготовил для ребят муниципальный музыкально-драматический театр Ивантеевки. В храме прямо из печи освящаем куличи! Ой, какие молодцы! Пошли в газа по лесу, по лесу, по лесу, к тебе принцессу, принцессу, принцессу! Что сегодня про праздник, знаешь? Пасха! Мы вчера светили куличи. Ну, сегодня мы на ночную ходили в службу. Потом пришли, куличики съели, яйца мы поели. А до этого постил ты? Да, конечно! Сложно было пост выдержать? Ну, нет, не очень. Сначала да, а потом нет. Настроение отличное, очень хорошее. Сегодня день начался с солнца. Вот, была служба, и рано утром в храме. Все прикажане пришли, были в очень хорошем настроении. День чудесный. И такой замечательный праздник для детей. И танцы, и пляски очень весело, очень здорово. Особая роль сегодня у воспитанников воскресной школы Георгиевской церкви. Ребята на праздники не развлекаются, а помогают. Они подготовили поделки, принесли выпечку, которую приготовили вместе с родителями, чтобы внести посильный вклад в строительство храма новомучеников Ивантиевских. Средства, вырученные от продажи работ, на расположившейся здесь же ярмарке пойдут на новый храм. Готовились, честно говоря, не спали. Дел много, забот много, но в этом году полегче, потому что администрация нам помогла с проведением Пасхи. Это точно, это вот на самом деле. Поэтому такое масштабное мероприятие. И, конечно, привлекаем всех к строительству нового храма нашего, новомучеников Ивантиевских. На праздники развернулись и мастер-классы. Творчество славянских народов помогает осваивать клуб исторической реконструкции «Кошкин дом». Для юных художников проводят конкурс рисунков на пасхальную тематику. Впервые в городе проходит пасхальный конкурс рисунков на асфальте, в котором с удовольствием участвуют как дети, так и родители. Максимальный восторг вызывают народные игры, особенно катание яиц. Как сказал святейший патриарх Алексей II, что добро, оно в конечном счете победит. И Христос, Он воскрес из мертвых, разрушил врата ада, победил смерть воскреса из мертвыха. Поэтому вот самая суть нашего праздника говорит о том, чтобы мы очищали нашу душу от скверны, от греха, от злобы. И тогда у нас будет и мир, и радость, и благословение Божие. Очень важно в этот праздник особое внимание уделить очищению сердца и очищению души от всякого зла. Совсем скоро прихожан Георгиевской церкви и жителей города ждет еще одно крупное событие, которое совершится в эти пасхальные дни. Церковь великомученика Георгия Победоносца в Авантеевке в начале мая отпразднует свое 280-летие.